На сетях ливневой канализации во Владивостоке установят насосы, чтобы быстрее производить отвод воды во время ливней. Впервые за долгие годы спецтехника проводит масштабные работы по расчистке русел рек, их дноуглублению и укреплению откосов. Мы совместно с правительством Приморского края, с министерством Минго-ИЧС региональным провели работы по дноуглублению и расчистке русла реки Песчаная. Сейчас работы фактически завершены, основную работу по данной реке в этом году мы провели, это раз. Следующая точка это вторая речка. От подмостового пространства на столетие до Мурского залива мы провели дноуглубительные работы, мы привели в порядок и укрепили берега ливневого коллектора второй речки. Хотелось бы напомнить, что всю зиму 23-24 года мы проводили работы по значимому ливневому коллектору, который идет от Давыдова в сторону второй речки. Это огромный коллектор, его диаметр 2,5 метра. Мы работали всю зиму и часть весны, завершили сейчас работу по благоустройству и полностью этот коллектор расчистили. Следующая точка это перекресток Авроровска и Манска. Мы сделали дополнительные ливневые приемки для того, чтобы водосбор с этой территории был более значим. Я принял решение о том, что из резервного фонда выделены деньги. Сейчас мы приступим к работе по расчистке ливневого коллектора, который связывает точку подтопления с Амурским заливом. Четвертое. Это пограничная. Тяжелая ситуация. На протяжении многих лет в этой локации собирается значительное количество ливневых вод. Какое решение мы приняли? Уже это не резервный фонд, это системное решение со стороны администрации города Владивостока. Выделено 45 миллионов рублей для того, чтобы мы восстановили и увеличили диаметр ливневых коллекторов. Данный спектр мероприятий поддержал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Он поручил для этого выделить городу спецтехнику. Создать условия для того, чтобы было единое место сбора стока, установить там стационарный насос большой мощности, приобрести несколько насосов передвижных, где-то 500 литров в секунду, которые у нас работают на Далеричинске, чтобы в период ливневых дождей, помимо работы самой ливневой канализации, мы могли бы подключать эти насосы и передвижные, стационарные, и перебрасывать воду уже непосредственно на море. Администрация города уже нашла подрядчика, который этой осенью проведет ремонт системы водоотведения в районе пограничной. В том числе будет увеличен и диаметр труб, по которым происходит сброс дождевой воды. Диана Иванова, Новости на Восьмом.